МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите в этом выпуске. Ситуация под контролем. Проблема с российской нафтой не добьется на якости продукции мазырского НПЗ. В 33 годы после Чарнобыльской аварии на переддне черговой годовины наши корреспонденты побывали в зоне отчужения и наведали городский поселок Брагин. Зроблено на Гомельщине. Сегодня журналистам презентовали товары вытворца у региона, сувениры других европейских гульняв. А зараз об этом и иншим больше подробно. 19 у Знагарод, 2 рекорды Европы, 15 рекорда в Беларуси и другое место в медальном залику. Президент Александр Лукашенко сегодня ушановил сборную нашей страны по тяжкой атлетике, которая триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуме. Нагадаемо, в ее составе у Денишев и отримал золотую медаль выхованец с дюшар профсоюзной организации Гомсельмаша Евген Тиханцов. До начала мероприемства для команды организовали экскурсию по Палаце Незалежности. Спортсмены и тренеры доведались про историю заявления будинка, наведали основные залы. Например, зеленую идею отбылися вядомые усяму свету перамовы нормандской шатверки. Для ярких фото некоторые наводсели за стол перамов. Триумфаторы континентального форума в Батуме убачили так само каминную залу, а я на рекордсмен по колькости принятых гостей. За год тут проходит до 200 мероприемств. Ничего подобного я не видел в своей жизни. Очень красивый дворец, эмоции переполняют от увиденного. Такие встречи всегда дают мотивацию. Ребята, которые первый раз здесь, они просто в шоке. Великолепная аура. Здесь столько выдающихся людей мира проходило, столько событий. Это не только впечатляет, а заряжает на будущее. Гоноровое звание заслуженный майстер спорту сегодня присвоено Дарье Наумовой. Медаль за працованные заслуги уручены старшему тренеру, выкладчику Республиканского центра Олимпийской подрихтовки Стайки Валерию Сизянку. Подяки президента объявлены Явгену Тиханцову, Геннадию Лапцеву, головному тренеру Машинской сборной Беларуси Виктору Шершукову, головному тренеру Жаночей сборной Валентину Короткину. Этот чемпионат Европы благодаря вам я фактически посмотрел полностью. Благодаря вам. Потому что вы молодцы, вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись. И у вас почти не было неудач. Тренеры молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена. Вы знали, на что способен спортсмен. Но не скажу, что вы на 100% результаты показали. Но близко к этому. Это тоже очень важно. Не надо на чемпионате Европы перед основными событиями чемпионата мира показывать такие результаты. Надо потихоньку подводить спортсменов к этим показателям. Со словом о отказ выступила лидер Жаночей сборной, серебряный призер Гульня Урыя. Дарья Навумова пообещала, что спортсмены зробят усе для поспехового выступления на Олимпиаде у Токио в наступном годе. Неякостная нафта, которая поступает на Мазырске НПЗ по нафтопроводе «Дружба», привела до коррозии дорогого обсталявания. На предприемстве принимают экстренные меры и выполняют, что качество и ассортимент продукции остаются на раннейшем узровне. С подробностями корреспонденты телеканала «Мазыр». Про то, что по нафтопроводе «Дружба» на Мазырске нафтоперепрацовщий завод поступает неякостная нафта, стало ведомо неколько дней тому. В углеводородах выявили высокое утромание хлороорганичных излучений, в 10 разов ушей за норму. Хлориды у такой концентрации выкликают и магненную коррозию металлу. В настоящее время данный вид оборудования демонтирован, проводится ремонт силами ремонта механического производства нашего предприятия. Специальная комиссия в составе представителей Академии наук, специалистов концерна «Белнефтехим» Госпромнадзора Республики Беларусь комиссия установила, что результатом выхода из строя оборудования послужила коррозия теплообменных трубок. Экстренные меры были приняты неоткладным. Неглядя на это предприятие нанесено источный урон. Дополняется он выдастками, связанными с увеличением подачи реагентов, которые сприяют снижению коррозийного взносу. Но даже в этих условиях завод притягивает работу с полной загрузкой. При этом, качество и ассортимент продукции застаются на раннейшем узровне. В течение нескольких последних дней ОМОЗГНПЗ перерабатывает нефть сорта «Юрл» с повышенным содержанием органических хлоридов, которые обладают повышенной коррозионной активностью, что сказывается на работе оборудования. В этой ситуации специалисты завода отработали быстро и четко. На заводе организован усиленный контроль за работой оборудования, заведением технологического режима с целью принятия оперативных решений. Несмотря на данные проблемы, связанные с коррозией оборудования, завод продолжает выпускать весь ассортимент товарных нефтепродуктов, которые соответствуют национальным и европейским стандартам. Постоянный контроль за ситуацией ведут и специалисты головной нафтоперепомповочной станции открытого акционерного товариства «Гомельтранснафтодружба». Пробы нафты отбираются постоянно, а лепакуль анализатор неухильно вызначая хлориды со значным перевышением. В данный момент для определения хлороорганических соединений в нефте наша лаборатория работает в нештатном режиме, то есть круглосуточно. Допускаемая норма хлороорганических соединений 10 ппм. В данный момент этот показатель завышает в 10 и более раз. В настоящее время динамики улучшения пока нет. Ситуация находится под контролем концерна «Белнафтохим». Комментарии журналистам сегодня подчас науково-практичной конференции по нафтоперопроцовцу дал наместник старшинник концерна Владимир Сизоу. На сегодняшний день для оперативного правления ситуации создан штаб. Он работает в ежедневном режиме. Ситуация анализируется, и при необходимости этот штаб собирается в оперативном порядке. Что можно сказать по ситуации, которая складывается на сегодняшний день? Ну, во-первых, сегодня в Москве находится руководство концерна «Белнефтохим», которое проводит встречу с российской компанией «Транснефть» для того, чтобы понять источник и, главное, понять, где находится хвост, так называемый хвост этой загрязненной нефти, с какой скоростью движется этот поток, для того, чтобы четко, технически, математически определить, когда к нам придет нефть незагрязненная и мы можем перейти уже на нормальный технологический режим. Зараз на Мазырском НПЗ лядется усмочненный контроль за станом обсталевания и захованием технологичного режима. Лидия Поттер, Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов. Телеканал Мазыр специально для телерадио компании «Гомель». До других тем. 26-го Красавика в регионе пройдут памятные мероприемства, примиркованные до 33-й годовины аварий на Чорнобильской атомной электростанции. В программе митинги реквиями, церемонии складания вянков и кветок до мемориалов и доброчинной акции. Одним из центров проведения мероприемства в стане городский поселок Брагин. В 1986-м годе эта территория оказалась в лику наибольшь забрудженных. Что изменилось в районе за минулый час, высветлял Олег Сентюров. Первая история по сучасному вознечению агрогородка началась в 70-х годах минулого 100-го года, когда в Гомельской области была обвечена всесоюзная комсомольская будовля, когда в вездке Пырке Брагинского района в заводе в самой сучасном Беларуси живелогодовочный комплекс. Ничего подобного у республицы тогда не исновало. Для его работников вы решили побудовать поселок, який теперь называют «мертвым городом». Да, Красивка 86-го и он имел совсем иншую назву «Сонечный». Это был саправдый городок для життя. Умовы, которые тут были створены, даже сегодня могут подразделить жахары районных центров. О планах побудования Сонечного можно мерковать в этом гадлево-забавлянном комплексе. Тяжко сказать, какая его агульная площа, али явно больше тысячи квадратных метров. Кои по Сонечному и Зарас жили люди, то и набходили у размещенного в этом будинку крамы, наведывали клуб и ресторан. Правда, сегодня назвать зону отчужения совсем безжитевой нелью. У некоторых былых населенных пунктов, которые находятся на территории Палецкого заповедника, радостный фонд первошай натуральный, амалью тысячу разов. Для людей в этой местной могут быть саправданными беспечными. А вот живелые птушки за 30 подчернобыльских годов поспели освоить эту территорию. Практически вся красная книга Республики Беларусь вернулась сюда, на свои места. Появился лебедь, кликун, который в Беларуси зарегистрировано очень мало гнезд, но у нас я знаю их около десятка на территории уже. После чернобыльской катастрофы у Брагини чекали полного отселения. А тому на вот минимальные работы по потребности житоденности населенного пункта не проводились. Сегодня в том части не нагадывая практически ничего, тем больше, что летом тут была проведена масштабная реконструкция у Местовый Дом культуры с новой глядельной залой и самой сучастной гуковой аппаратурой теперь из оргии республиканского масштаба улечить приехать за гонор. В 2019 году у нас уже были концерты таких исполнителей, как Писнеры, приезжал к нам Сергей Кунай, ожидается приезд симфонического оркестра Гомельской филармонии, такого исполнителя, как Сергей увеличился рост детей в любительских объединениях, но не только детей, а также и взрослых. Брагинский район Гомельщины один из наипрагажейших самобытных кутков Беларуси. В этой крае моя богатая шматрековую историю, на его земле заховались стоянки бежабытных людей. В Чарнобырске период в часовом плане не такие протяглые, а лепо своих наступствах для своих чинников не меньше значны. Брагинчане о своей истории памятают людей, которые здесь живут. Изменилось настроение людей, которые сюда приезжают. Мы стали уже интересны не только как Чернобыльский район, а как район с такой богатой историей. Вот это я могу сказать точно. Олег Сенчаров, Евген Макененко, телерадокомпания Гомель. Сумма конфискованной и арштованной майомости при мытном контроле в первом квартале этого года повеличилась на 76%, в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Выники работы Гомельской мытни за три месяца проанализовали сегодня на сходе ведомства. Удел у им принял наместник старшины Державного мытного комитета Беларуси Миколай Свирыт. Трафик грузовых автомобилей, которые проходят контроль на Гомельской мытне, стабильно повеличивается. Но при этом количество легковых автомобилей и граждан, пересекающих пункты мытного оформления, снизилась на 10%. За спровоздачный период отзначено повеличение отличения у бюджет по усих основных мытных платежах. Первый квартал 2019 года охарактеризовался работой Гомельской таможни в части взыскания и таможенных платежей и, соответственно, формирования республиканского бюджета. Если немножко быть более конкретнее, то за этот период у нас произошел значительный рост основных таможенных платежей. Налог на добавленную стоимость у нас возрос на 40%. Возные таможенные пошлины возросли порядка на 85%. Акциз на 23%. За отзначенный период большим на четвертью взросла колькость справ об администрационных правопорушениях, разглядженных и накерованных у суд. Узбуджено 7 криминальных справ за незаконное перемещение наркотичных сродков, психотропов и буйных грошовых сум. Сегодня у Гомеля презентовали сувенирную продукцию региональной вытворчасти до других европейских гульняв. Право на выкрыстанне официйных логотипов отримали 53 предприемства краины. В Гомельскую область представят 5 из них. Так, пакеты с символикой европейских гульняв распрацавали на заводе гандлевых обсталявания. Представленные 5 видов продукции уже размиркованные по крамах столицы и регионов. А кроме того, пакеты плануют выкрыстовывать у якости подарочных на мероприемствах у подшефной гимназии номер 51 города Гомеля. Частка продукции будет передана Доброчинному объединению Белорусский детячий фонд. Добружский фарфоровый завод представил кубки, сувенирные талерки и наборы для специй с логотипом других европейских гульняв. Розничные кошты их складе прикладно от 3 до 5 рублев. Набыть их можно будет и в нашем регионе. Уже зараз великим попытом користаются выработы предприемства «Рэшица текстиль с логотипом еврогуньев». Бавовновые и ильняные ручники закупаются организациями, которые в леку первых будут принимать гостей форму. А на продукции червоного мазырянина появились наклейки с талисманом спортивного форму лесиком. В настоящее время продукция наших предприятий и производителей поступает в продажу как магазинов города Гомеля, Гомельской области, так и магазины республики. Надеемся, что предприятия достойно представят нашу область и о нашей продукции узнают во всем мире. У шатвер 25-го красавика в Гомеле пройдет черговый кермаш вакансии. В этот раз беспрационные смогут сустреться с представителями кадровых служб организации будовничной, гандлевой, промысловой, транспортной сфер. Так само можно будет доведаться про махшимость научения и открытие своей справы. Один и день занятости отбудется в управлении по праце занятостей социальной обороны на Пролетарске 18. Початок о 10-й године. Группа «Новибенд» наведает регионы с туром у поддержку безвыплатного донорства крови. Концертный тур пройдет под девизом «Подары кров вырытую чистый свет». Представники Беларуси на Евробачине 2017 года закликают усех необъяковых граждан поддерживать идеи донорского руха и стать донорами крови. В Гомеле доброчинный концерт «Новибенд» запланованный на Сираду 24-го красавика. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Пожароопасными выдались прошедшие сутки. Согласно оперативным сводкам спасатели региона выезжали на тушение пожаров шесть раз. В одном из случаев есть пострадавшие. Так, в Жлобинском районе вблизи деревни Малые Роги загорелся мусор, оставленный на берегу реки Добысна. Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что на берегу реки происходит горение мусора, и возле него находится мужчина с ожогом правой руки. Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке, увидел возгорание на берегу и попытался самостоятельно его потушить, но не рассчитал свои силы и получил ожог. Мужчина сейчас находится в реанимации. Обстоятельства и причина возгорания устанавливается. А в Октябрьском районе пожар произошел в ангаре, где располагался цех по производству топливных гранул. В результате пожара огонь повредил утеплитель из минеральной ваты на площади около 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации Накануне в одном из дворов областного центра под колеса машины попал 9-летний велосипедист. ДТП произошло в 8 вечера на дворовой территории по улице Чечерской. Мальчика не заметил 58-летний водитель Шкоды Фабия. В результате наезда велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники госавтоинспекции области чуть ли не ежедневно пресекают хищение дизельного топлива в хозяйствах агропромышленного комплекса региона. Житковический район, Светлогорский, Калинковичский. Три случая за два дня. Где по 10 литров, а где и по 30 пытаются украсть. Но благодаря действиям правоохранителей все возвращено хозяйством. А в отношении похитителей топлива начат административный процесс. И в продолжение темы. Управлением Следственного комитета по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о хищении минеральных удобрений сельхозпредприятий региона. В преступлении обвиняется 11 человек. Организатор группировки успел скрыться. Сейчас он объявлен в межгосударственный розыск. Согласно материалам дела, водители Речиса Агрохимсервиса получали минеральное удобрение для транспортировки в различные сельхозпредприятия. Однако свой груз они везли на специальный склад. Там часть товара отгружалась, фасовалась и отправлялась на продажу в Россию. Оставшиеся развозили по пунктам назначения с сокрытием уменьшенного объема удобрений. Сегодня на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Уголовное отдело передано в прокуратуру для направления в суд. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала Беларусь-4 Гомель продолжают новости спорта в студии Павел Михно. Несколько сотен матчей за 4 месяца стали известны победители первого сезона школьной баскетбольной лиги. Турнир охватил 57 школ областного центра. Участие приняли более 700 человек. Финал состоялся на площадке Дворца игровых видов спорта. Каждую субботу на протяжении 4 месяцев ученики 4-6 классов играли в баскетбол. И все для того, чтобы попасть в финал по итогам нескольких этапов до медальных поединков добрались команды 4-х школ. В матче за бронзу боролись 60-я школа и 71-я гимназия. В конце встречи победу вырвали юные баскетболисты из 60-й школы. В финале сошлись 59-я и 24-я школы. Здесь также сценарий игры был довольно захватывающим. Баскетболисты 59-й школы с первых минут повели в счете. Однако во второй четверти команде 24-й школы удалось перехватить инициативу и в итоге стать победителями первого сезона школьной баскетбольной лиги. Играть было сложно, конечно, но мы все-таки бывало проигрывали, бывало выигрывали, но заняли первое место. Самое сложное было играть в защите против 59-й школы, потому что у нас один мальчик уехал и его было не хватало. Не хватало его. Призеры и победители школьной баскетбольной лиги получили медали, сладкие призы, а также комплекты игровой формы. Школьная баскетбольная лига принесла юным спортсменам не только хорошие эмоции и соревновательный драйв, но и возможность заявить о себе. По планам организаторов, второй сезон школьной баскетбольной лиги будет более масштабным. Наши тренера Центра Олимпийского резерва отсматривали игроков и приглашали в специализированные классы, которые и в группы по баскетболу, что тоже немаловажно. И для этого и делается школьная баскетбольная лига, чтобы отсматривать перспективных детей на будущее. Мы подведем сейчас итоги, выдохнем, сделаем какой-то анализ. И я думаю, что в следующем году мы, может, выйдем уже и на областной уровень. Завершился 27-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. В непростом поединке на выезде гомельчане сломили сопротивление столичной команды. На 17-й минуте ворота хозяев поразил Жариков. Затем Ивашко из минской дружины сравнял счет. Победный гол для Бычеза бил колб на 34-й минуте 2-1 в пользу гомельчан. А в Гомеле прошло областное дерби. ВРЗ встречался с ЦКК. Первым занес свое имя в протокол Тимошенко из ЦКК. На 22-й минуте вагонный ремонтник Дегтяренко сравнял счет. Однако на 27-й минуте снова вышли вперед благодаря торопу. На 30-й минуте Матвиенко сравнял цифры на табло. Победный мяч забил Лемешко на 34-й минуте. Матч окончился со счетом 3-2 в пользу гомельчан. В Гомеле завершился международный турнир «Киокушин. Дружба без границ». За медали боролись около 250 каратистов от 8 до 13 лет из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Спортсмены выступали в разделах Кумите и Ката. По результатам соревнований гомельчане завоевали порядка 50 медалей. В своих весовых категориях среди девушек победили Дарья Марковская, Эльвира Ярченко, Маргарита Горбачевская, Екатерина Савицкая, Валерия Удодова. Среди мужчин первыми стали Александр Войтенков, Валерий Атаманчук, Артем Степаненко, Артем Мымриков, Герман Иванчиков, Арсений Бобров, Андрей Абушенков, Иван Зарецкий, Егор Корженевский и Серафим Козлов. Мы рады всем гостям. От этого турнира только делается краше, и конкуренция растет. Поэтому турнир недаром называется «Дружба без границ». Мы ребят приглашаем, встречаем, они показывают свое мастерство и растут, приобретая хорошее качество. Завершилась республиканская спартакиада молодежи среди инвалидов по слуху. За победу бороли сборная шести областей и города Минска. Соревнования проходили в два этапа. Сначала в марте определили лучших в волейболе, мини-футболе и шахматах. В промежуточном зачете команда Гоменской области заняла второе место с 21 очком, уступив сборной Минска всего на балл. Во втором этапе дружины определяли лучшего в легкой атлетике и плавании. Наша область разделила первое и второе место с командой Минска. По итогам соревнований Гоменская область стала второй с 36 баллами в активе, уступив победу Минску на одну очко. Буронзу увезла дружина Витебского региона. Фактически все наши знаменитые чемпионы и дефолимпийских игр пришли в большой спорт, пришли к своим победам, начиная со спорта от молодежи. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.